Маткульт, привет! Тут такая задача поступила от задачного композитора из Казани Дамира Абзолилова. Я, как я увидел, я решил, что это первое место вообще в моем ранге задачи. А задача вот какая. У семьи Саватеевых, у детей от Михаила до Надежды, есть вот такая вот железная дорога. Вот, она состоит из 13 абсолютно одинаковых звеньев, ну, понятное дело, немножко, так сказать, изогнутых, чтобы получился идеальный такой вот круг. По этому кругу ездит, значит, поезд. Юра Саватеев сказал, пап, а купи еще некоторое количество таких же деталей, чтобы я эту дорогу удлинил. Вот взял там, например, вот так в эту сторону, да, пошел, потом завернул в эту сторону обратно, ну, и получилось, в результате бы у меня тоже замкнутая железная дорога, не самопересекающаяся. Ну, а как она может получиться самопересекающаяся? Тут какие-то мосты нужны. Так что условие стоит в том, что это ровно один овал, но уже не обязательно, чтобы это был круг. Это может быть фигура, так сказать, вогнутая немножко, но вот какой-то интересный такой железнодорожный путь. И вот вопрос. Сколько мне придется докупать вот таких штучек, чтобы Юрину просьбу выполнить? Ну, дополнительное уточнение надо дать, что железная дорога не может иметь изломов. Ну, как она может иметь изломы, да, и мы вот так ее соединяем в гладкий путь. Ну, и потом по излому понятно, что поезд не проедет, он просто сойдет с рельса. Ну, что ж, друзья, ставьте на паузу, наливайте себе чай, кофе и думайте, пытайтесь решить, сколько же нужно таких закупить. Вот. Можете и какие-нибудь другие напитки налить, потому что вообще-то без пол-литра эту задачу не решить. Секрет этой задачи в том, что железную дорогу надо рисовать на комплексной плоскости и строить там же. В чем же преимущество комплексной плоскости? Да в том, что на самом деле такая круговая дорога, если мы возьмем отрезки, спрямляющие вот эту деталь, да, немножко их уменьшив, это на самом деле корни из единицы тринадцатой степени. Корни тринадцатой степени из единицы от начала и до конца. Давайте воспользуемся этим пониманием. И начнем строить дорогу из точки ноль на комплексной плоскости. Тогда первый сегмент без ограничения общности можно ввести в точку один. Ну и тогда, соответственно, первый сегмент будет изображаться вектором в равном просто единице. А вот уже второй сегмент зависит от того, в какую сторону он, так сказать, ориентирован. Если он в другую, в противоположную сторону заориентирован, тогда получается, что следующий вектор тоже будет единичным, и мы просто прибавим к единице единицу. А вот если мы повернем его сюда, то есть будем продолжать идти по окружности, то следующий вектор будет примитивным корнем тринадцатой степени из единицы. Вот здесь будет угол 1 тринадцатая. Ну, я, так сказать, не смог изобразить его точно. Но если аккуратно, так сказать, в это вглядеться, то следующее число действительно будет равно, значит, как это обозначается, е степени 2π делить на 13, что то же самое, что косинус 2π на 13 плюс и синус 2π на 13. И мы это число обозначим за омега. Итак, что же мы теперь понимаем? Что если предыдущий вектор спрямлялся в комплексное число лямбда по модулю равной единице, то дальше следующий отрезок будет либо равен лямбду умножить на омега, либо равен просто лямбда. В зависимости от того, как я положил следующую деталь. Вот так или наоборот вот так, как я ее сориентировал. То есть либо домножается на лямбда, либо не меняется ничего. Но если так, то это означает, что все возможные в принципе направления вот этого спрямляющего вектора ограничены списком 1 омега омега квадрат, так далее омега в 12 и все. Потому что омега в 13 уже снова равно единице. Омега это корень 13 степени из единицы. А в целом все, что у нас в результате произойдет, как бы мы тут не изощрялись с помощью построения дороги, это будет целочисленная комбинация вот этих вот векторов. А0 плюс А1 омега, плюс А2 омега квадрат, плюс так далее, плюс А12 омега в 12 степени. Вот. И если, сик, если дорога замкнута, то эта штука равна нулю. Вот так. То есть математическая задача, простая детская задача про железную дорогу свелась к поиску решений вот такого уравнения. Только решать мы как его будем? Смотрите, мы его решаем относительно коэффициентов. А что это значит? Когда мы просто пишем многочлен, пытаемся найти иксы, которые ему удовлетворяют, да, уравнению, многочлен равен нулю. Это обычная школьная алгебра. А что означает, что я ищу многочлен, по сути, я что ищу? Я ищу многочлен А0 плюс А1х плюс так далее, плюс А12х12, корнем которого является наша омега. Вот что происходит, да? А коэффициенты у которого целые. Ну и чем здесь пахнет? Правильно, здесь пахнет основной теоремой Гаусса, одной из сотни основных теорем Гаусса, которая гласит, что вот такой многочлен, корнем которого является омега, естественно, это вот исходный путь круговой, да, соответствует исходному круговому пути. Этот многочлен неприводим. Никакого другого уравнения, кроме кратного ему той же самой 12-й степени, которому бы удовлетворял омега, быть не может. Потому что если бы два разных непропорциональных друг другу многочлена обнуляли наш корень омега, то их наибольший общий делитель, который делается с помощью деления многочленов в столбик, в общем, это операция, которая не выводит за предел рациональности коэффициентов, вот этот вот наибольший общий делитель имел бы меньшую степень, чем 12, и имел бы омега корнем, что бы противоречило утверждению о неприводимости. Утверждение это не самое простое, на самом деле, оно в учебниках алгебры там довольно долго доказывается. Вот, но если мы им воспользуемся, мы тем самым понимаем, что вот эти вот ашки, они должны быть все одинаковые, то есть эти многочлены должны быть пропорциональны друг другу, а значит все а0, а1, а2 и так далее до 12-го должны быть равны одному и тому же числу а. Первый напрашивающийся вариант а равно 2, но он не годится по некоторой другой причине. Смотрите, давайте посчитаем суммарный угол, на который повернулся наш вектор. Суммарный угол должен быть ровно 360 градусов по условию, что это один не самопересекающийся путь. Но при этом на самом деле суммарный угол, когда мы будем считать, это просто сумма всех коэффициентов, потому что каждый раз у нас, когда я прибавлял к этому вектору следующий, он либо на 2π на 13 в одну сторону менялся, либо на 2π на 13 в другую, в зависимости от того, домножали на омега или наоборот, соответственно, делили на омега, если мы меняли вообще направление. Если направление не менялось, то угол не менялся. Поэтому предлагаю каждому из вас просто самостоятельно убедиться, что суммарный угол поворота будет равен сумме всех этих коэффициентов ашек, сумме, деленной на 13. И если у нас получается, что эти коэффициенты все равны двойке, то у нас суммарный угол поворота будет не 360 градусов, он будет 720, либо 0. 0 это, грубо говоря, вот такая картинка. То есть если был бы мост, можно было бы сделать 0, закупить еще 13 и сделать такую вот восьмерочку. Но так как нам запрещено самопересечение, то угол должен иметь суммарный сумма коэффициентов, она должна быть нечетной. Но если она должна быть нечетной, то минимальное значение это а равно 3. то на самом деле это оказывается, что самое маленькое количество закупаемых дополнительных элементов этой железной дороги это 26. У меня было 13, и я еще по 2 как бы каждого закупил. А как же тогда будет выглядеть дорога? Ну, в принципе, вы сами могли бы догадаться. Мы просто каждую из вот этих вот поворотных деталей заменяем на вот так, то есть на 3 подряд поворотные детали, в ту, в другую и снова в ту сторону. Вот сейчас между ними угол такой же, как был раньше. Вот, а именно вот этот угол будет тоже 1,13 окружности. Поэтому таких тройных деталей поместится тоже ровно 13. 13 тройных деталей, ну вот как раз 39 получится деталей. То есть у меня все, которые до этого были, будут развернуты в другую сторону, на 26 закупленных развернуты в ту. Вот, один раз в эту, два раза в ту, один раз в эту, два раза в ту. Ну и так вот будет такая красивая лепестком железная дорога, поезд задолбается по ней туда-сюда, значит, ходить. Ну а задача, тем не менее, полностью решена. Минимум 26. На мой взгляд, это самая красивая детская задача математики и самая сложная, потому что она выводит в то, что вы вообще будете изучать только в ВУЗе. Саватан, Саватан, помоги мне сдать матан. Саватан, Саватан, помоги мне сдать матан. Саватан, Саватан, помоги мне сдать матан. Саватан, Саватан, помоги мне сдать матан.